Всем привет! У меня сейчас утро и я собралась завтракать, но завтракаю я достаточно поздно. Сегодня уже все давно поели, ушли в школу, а я вот только села. Завтрак у меня может быть покажется не очень аппетитным, это отварная куриная грудка и тушеные овощи. Но я такое просто обожаю. Мне важно, чтобы был обязательно баклажан, перчик, помидорчик. Тут же у меня еще и кабачок и репчатый лук. Протушу все овощи и это вкуснятина необыкновенная для меня. Также буду еще в прикуску кушать сыр пармезан. Если вы думаете, что я ппшница, вы ошибаетесь. Сейчас с кофе буду есть вот такой вот манговый эклер, так что не думайте про меня такого. Мои хорошие, иду с магазина, такая погода классная, но я не знаю. Вот на момент съемки сейчас у нас 10 сентября, и погода, я думаю, как и у вас во многих городах, во многих регионах, стоит просто изумительная. Ну, лето, лето. Я в шортах, в футболочке. Сходила за продуктами, сейчас буду готовить. Сегодня у меня более-менее такой спокойный день. С утра сегодня я в спортзал не иду, потому что была вчера, и пойду завтра. Сегодня у меня отдых, и на работу у меня только вечером, в 7 и в 8 вечера подряд 2 часа, поэтому расслабон. Обязательно покажу вам, что купила из продуктов, покажу, что буду готовить. Ну, как всегда, у меня простые, но очень вкусные блюда. Так, ну все, я пришла домой, давайте смотреть, что я купила. Купила я три таких початка кукурузы, достаточно большие. Буду запекать кукурузу в рукаве, солью, в духовочке. Прям захотелось. Также взяла вот такой вот батон, хлебный дом утренний. Это для горячих бутербродов завтра на завтрак. Сметану, домик в деревне 15%. Также приправа для куриных окорочков, такую не пробовала, первый раз взяла. Сахар с корицей уже вместе. Сыр, натура, обожаю этот сыр. Колбаса, это стандартная вязанка всегда, вот в основном, если докторская, то вязанка. Но это потому, что дети вот ее именно любят. Мука предпортовая, брест литовска, сливочное масло, сами окорочка, ванильный сахар, разрыхлитель теста. Сливу взяла, потому что сейчас буду делать сливовый пирог. Рукав для кукурузы, для запекания и яйца. Ну, значит, тут все просто. На ужин у нас будут куриные ножки, и детям будет пюре, а нам просто овощи. Овощи. И буду делать сливовый пирог. Сливовый пирог делаю очень часто этой осенью. Наверное, уже в конце лета и вот сейчас за начало осени я уже раз 6 делала сливовый пирог. Он прекрасно вкусный, такой вот замечательный получается пирожок. Не хочу почему-то шарлотки, хочу больше вот сливового пирога. Когда я наемся, наверное, сделаю уже и шарлотку. Есть у меня рецепт в Телеграме. Можете посмотреть, там подробный рецепт, фотографии. Но сегодня просто так быстренько покажу, как я его делаю без подробного рецепта и конечный результат. Сливу всегда стараюсь брать мягкую такую, знаете, прям мягкую-мягкую. Она вкуснее получается, она слаще. Ну все, сейчас будем готовить, мои хорошие. Также, мои дорогие, любимые зрители, хочу показать вам уже нашу новую кровать. Сейчас вставлю фотографию, когда ее только-только привезли, когда она еще не заправленная. Ну и вот как она уже выглядит у нас заправленная, с постельным бельем и с покрывалом. Постельное белье я взяла неплохое. Мне оно понравилось. Такое вот под мрамор. Тут белая простыня, черный пододеяльник и тоже такие под мрамор подушки. Довольно осталось комплектами постельного белья. Два их взяла, вам оставлю ссылки. И очень осталось довольно покрывалом. Покрывало просто суперское. Оно из такой, знаете, ткани, типа как штора. Очень красивое и оно двустороннее. Видите, можно положить серой стороной. Можно бежевый или, ну как вот, коричневатый, да, такой цвет. Какао. И также и подушки двусторонние. Подушки, наволочки для подушек отдельно. Покрывало отдельно. Ну подушки сами, естественно, тоже отдельно я покупала. В общем, очень-очень мне понравилось. Просто шикарно. Я покрывалом безумно-безумно довольна. Единственное, что немножко оно у меня помялось. Вчера приходил друг Глеба. Они тут играли в Sony PlayStation. Вообще, потом я Глебу, конечно, сказала, Глеб, ты друзей, пожалуйста, на родительскую кровать не веди. Это как-то, ну, не очень хорошо. Но пока был друг, я уже не стала ничего говорить. Ну вот, да ладно, пускай они уже тут. И они немножко тут прыгали и помяли. Вот, так что кровать у нас с подъемным механизмом. Вот здесь вот. Не буду я вам поднимать, показывать сейчас. Ну, сами все поймете, что кровать с подъемным механизмом. Места там просто дофигища. Очень мне понравилась кровать. Кровать у нас от фирмы Armatex. Знаете, я вот вам в двух словах скажу. Спать на ней одно удовольствие. Спиться так, что нам с мужем теперь просто не проснуться. Кровать мы взяли, ой, вернее, матрас мы взяли средней жесткости. Но он такой, знаете, мягкий. На него просто вот ложишься и проваливаешься. Мы долгое время спали на жестком матрасе. Ну, и так, типа, полезно для спины. Но сейчас я поняла, что не хочу я жесткого матраса. Я хочу вот прямо вот такой вот мягенький, как облачко, как в отелях. Офигенный матрас. В общем, мы все время теперь хотим спать. Мы сюда плюхаемся и сразу же отрубаемся. Просто сразу же. Это очень выгодное вложение средств. Потому что мы стали реально лучше отдыхать. Мы стали лучше высыпаться. Ну, и вообще по всем фронтам все стало лучше. Вот. Кровать нам в этом способствует. Прям вообще супер-супер-супер. Просыпаешься, красивее, здоровее. Ну, вот я говорю, все стало лучше. И что я хочу сказать. Цена кровати 185 с матрасом вместе. Ну, и покрывало, постельное белье. Ну, короче, около, наверное, 200 вот вышло, если вот все вместе, вот как вы видите сейчас. Вот так вот это вот вышло. Ну, я очень довольна. Я безумно, безумно рада. Просто идеально. Это еще не конечный результат. Я еще буду думать. Попробую многослойность. Хочу сюда еще вязанный плед. Вот так вот, знаете, вот как-то красиво положить. Ну, девчонки, еще нету времени. Вот кровать, на самом деле, только 2 или 3 дня назад, как привезли. А видите, я говорю, даже погладить еще плед не успела, прежде чем вам показать. Ну, вот я показываю свою жизнь, понимаете? Вот как она есть. Вот у меня сейчас так. Я вам так показываю. Не буду ничего специально выглаживать там, как-то вымерять. Ну, это не в моих правилах, потому что иначе я просто не захочу вести свой канал. Я показываю так, как оно есть. Вот у меня сейчас так. Мне безумно нравится. Я буду еще экспериментировать. Говорю, вот вязанный плед еще заказала. Попробую многослойность. Может быть, еще какие-то вот такие же подушки, только поменьше еще попробую. Может быть, не буду. Может быть, это будет лишнее. В общем, я еще экспериментирую. Старую кровать я продала на Авито. Вот тоже тут ее только-только забрали. Вот этот шкаф потом надо продавать. Вот эта бра у меня тоже, видите? Я тоже его буду продавать. Она у меня уже выставлена на продажу. Да, оно классное, оно прикольное, нажимается, все светится. Ну, классно, да? Но мне оно здесь лишнее. Оно особо никакого функционала мне не несет. Просто занимает большое-большое пространство. И поэтому тоже я буду продавать. И как раз, когда будем делать ремонт, нам это будет очень мешать. Все, вот это надо будет встать. Короче, это тоже у меня сейчас на продаже. Как продастся, так и продастся. Пока я сама с удовольствием пользуюсь. Вот. А так, конечно, все ссылочки ловите в Телеграме. Как только это видео выйдет, выйдут и ссылки в Телеграме. Покрывало. Обалденно. Я советую вам тысячи процентов. И вот эти, конечно, наволочки. Есть поменьше, есть побольше, разные. Посмотрите. Белье тоже бельем очень довольна. Пришла я с Валберес. И все-таки докупила я еще тарелок. Еще взяла маленьких вот таких вот десертных. Кто не смотрел предыдущий влог, или перед этим еще был влог, вообще не помню. Какие-то последние, в общем, влоги. Я показывала набор тарелок. Вот таких у меня такие большие. Вот такие десертные есть. И я еще докупила десертных. И говорила я вам, что суповые брать не буду. Нет, все-таки взяла и суповые. Как-то муж сказал, я тут делаю перец фаршированный. Он говорит, вот надо такую тоже крупную тарелку. Вот такого же плана. Я говорю, ну окей, хорошо будет сделано. А потом подумала, ну и правда, пускай будет целый набор. Она такая прям, знаете, хорошая. Ее даже можно, в принципе, как и салатник использовать. Хорошая суповая тарелка. 17,5 см. Очень крутые тарелки. Слушайте, вот я прямо всем советую. Есть такие где-то на просторах интернета. Валбереса, вернее. И светлые различные, стеклянные, темные. В общем, поройтесь, поищите. Очень классно. И взяла еще вот такие штуки. Это, знаете, для чего держать? Простынь на кровати. Бывает, вот она плохо все равно держится. Спишь, просыпаешься, вся она скомкана. И вот эта вот штучка в помощь. Очень классные. Ну, а мы с вами уже приступаем к приготовлению нашего вкусного пирога. На самом деле, приготовить такой пирог, это совсем не дешево выходит. Я вот так считала, сколько стоит пачка масла, купить сливы, 4 яйца, там сахар, вот эта всякая посыпка. Это очень, на самом деле, небюджетно. То есть, нет такого, как раньше наши мамы пекли там что-то, они делали все такое, знаете, как, извините за выражение, из говна конфетку. Здесь же это все купи, чтобы повкуснее все добавь, всякие разрыхлители, корица и тому подобное. И получается, что печенье купить дешевле. Но, но, но вы же понимаете, вот эта домашняя выпечка, когда ты все сделал своими ручками. Ну и получается такой достаточно хороший объем, да, наестся всей семье. И ты знаешь, что ты не положил туда никакой гадости, что все продукты хорошие, все вкусное, все приготовлено с любовью. Поэтому делаю иногда такие пирожки. Но вообще, вот какие-то булочки там, такую какую-то сложную выпечку я не делаю. Это совершенно не мое, я это не умею. Поэтому шарлотка, заливной пирог, вот такой сливовый пирог, какие-то булочки из покупного слоеного теста. Ну, это мой максимум, честно скажу. К тому же, готовятся эти пироги очень быстро и просто. Ну и поставил в духовку, пока делаешь остальные дела, он у тебя готовится. А аромат просто на весь дом. Сливу обязательно беру такую, как я уже вам говорила, мягкую, сладкую. Но сверху еще посыплю все-таки корицей с сахаром, чтобы было наверняка вкусно, сладко. Единственное, что нужно, конечно, не злоупотреблять такой выпечкой, потому что все это может быть чревато. Сахарной пудры у меня дома не оказалось, поэтому сделаю ее сама. Просто измельчаю сахар. В блендере прекрасно получается. Делаю сразу побольше, чтобы еще остался на запас. Может быть, сырники какие-то посыпать. И осталось мне сейчас замариновать куриные ножки в приправе. Также подготовлю кукурузу для запекания. Это я уже сделаю позже, когда заберу Глеба со школы, со школы перед секциями, перед своей работой. Да, мои хорошие, хотела еще сказать вам одну новость, которая, честно говоря, меня очень сильно удивила. Место, где я раньше работала в фитнес-хаусе в Петергофе, у меня оттуда есть клиентка. То есть она со мной занималась там персональными тренировками. И так как я оттуда ушла, она ушла вслед за мной, занимается теперь вот здесь, рядом с моим домом. Она приезжает с Петергофа, и мы с ней два раза в неделю занимаемся. И тут вдруг она мне пишет, что якобы клуб, где я работала в Петергофе, закрывается. И работает вот как бы до 9 сентября он работал. Я, честно говоря, так удивилась. Думаю, ну-ка, спрошу у своих бывших сотрудников. И они мне подтвердили, что да, оказывается, сеть клубов фитнес-хаус, это же достаточно большая сеть. И, в общем, Фурсов, который самый вот этот главный, дядечка, которому принадлежат вот эти все фитнес-хаусы, он решил распродать все клубы, которые без бассейна. А у меня получается как, я работала в двух же фитнес-хаусах, один в Петергофе, он был без бассейна, а другой на проспекте ветеранов, там он был с бассейном. И получается, один клуб, в котором я работала, закрылся, уже все, вот он закрылся, и его не существует. И представляете, все тренера, которые там работали, они там стали искать место в других клубах, но вы сами понимаете, мест не так много, потому что клубов без бассейна, ну, сколько там, по-моему, 8, что ли, было клубов, или, ну, что-то около того, может, чуть меньше. Ну, в общем, штат большой, оставшихся без работы, тренеров, и вот кто-то нашел себе место, кто-то не нашел, а кто нашел, естественно, он нашел не рядом с домом. В общем, говнище, извините за выражение, то еще, слава богу, я оттуда ушла, потому что даже если бы я не ушла по собственной воле, сейчас бы 100% мне пришлось бы уходить, потому что ездить на другой конец города куда-то ради этого фитнес-хауса я бы точно не стала. А сейчас, если честно, вообще кайфую, не пожалела ни минуты, что ушла, и не жалею ни минуты, что отработала там вот эти полтора года, то есть как бы не жалею ни о чем. Отработала, было все просто супер, идеально, да, ну, помимо вот этого там, то, что мне на мозги в сером капли, мы это не берем. Я говорю, вот в принципе, прав, как бы, про саму работу. Вот, и то, что ушла, я понимаю, что больше я совершенно не хочу, я уже с этого фитнес-хауса выросла, мне это неинтересно, и вот то, как работаю сейчас, веду тренировки по своей воле, тогда, когда мне удобно, это просто супер, и я больше стала посвящать себе время семье, своей квартире, обустройству, уюта, просто отдыху своему собственному, какому-то развитию опять, и вы знаете, столько энергии у меня теперь, столько какого-то счастья такого жизни, ну, очень круто. Сегодня вот у меня на работу вечером у меня будет какая-то новая клиентка, я ее вообще никогда в глаза не видела, вот сегодня познакомимся, вот, и благодаря этой работе, то, что у меня сегодня на 7 и на 8 тренировка, я успеваю сейчас приготовить пироги сливовые, убраться в квартире, почитать книжку, которая там для саморазвития, да, которые я там какие-то книги читаю, мне это интересно, какие-то информации про спорт я изучаю постоянно, хочу развиваться, вот, успеваю сделать уборку, навести уют, вам снять видео, и, конечно же, успеваю заниматься детьми. Мы с Глебом сейчас пошли на секцию рукопашного боя, как я вам уже говорила, 3 раза в неделю, плюс на английский, и плюс он еще хочет на программирование, ну, вот, записала вчера еще, пока не отзвонились. В общем, знаете, если честно, сейчас началась учеба, я вот так вот разрываюсь, просто туда-туда-туда-туда-туда, программирование какое-то там, это записаться, это уроки, секции, господи, какие-то друзья еще к нам приходят в гости детей, и как-то вот я думаю, боже, как я это все делала, еще и работала. Вот за время лета я привыкла, что у меня была работа, но как бы не было школы, а я вспоминаю тот год, когда была и школа, и работа, и кружки, и эти поездки, и я думаю, боже мой, все-таки отвыкаешь быстро от такого ритма. Вот, ну, в общем, я безумно счастлива, что все так складывается, и пока что я полностью довольна всем, что происходит. Вот так, пока ничего не хочу менять. На этом я буду прощаться с вами, подписывайтесь обязательно на мой канал, на канал на Рутюбе, на Ютюбе, на Яндекс Дзене, и, конечно же, Телеграм, потому что там, как вы уже знаете, все самое интересное, все самое полезное, и все самое-самое обо мне. Всех люблю, целую. Пока-пока, мои хорошие.